Фатиновые юбочки Это очень огромное множество и разнообразие, а зависит все от того, какие склады, защипы и валаны пришиваются к основе. Итак, для того, чтобы сшить фатиновую юбочку, нам нужна прежде всего широкая резинка по ширине талии, нам нужен подклад, это может быть любая ткань, которая не просвечивает. И нам нужен сам фатин, либо кусочки фатина. Для начала я покажу, как сшить самую простую и самый основной вид фатиновых юбочек. Для этого я приготовила шаблон юбки полусолнца. Он строится очень просто. Нужна длина валана. Эта юбочка состоит из равного по величине количества валанов. Чем больше валанов, тем пышнее юбочка. Итак, наш валан длиной 25 сантиметров. От края, чтобы построить выкройку полусолнца, юбки полусолнца, складываем нашу ткань основы в 4 раза. И прикладываем наш шаблон к углу. Это линии талии. Обрисовываем ее. И длина юбочки. Эта основа нужна либо для того, чтобы юбочка не просвечивала, потому что фатин, он прозрачный. Либо для того, чтобы на него нашивать разной величины и разного количества валаны. Так, это одна часть нашей юбочки. Все-таки можно было сложить вдвое. И вторая часть юбки полусолнца, кроится точно так же. Можно брать ткань, которая не крошится, чтобы потом края у подклада не обрабатывались. Итак, основа нашей юбочки готова. Теперь стачиваем края. С одной и с другой стороны. Делаем закрепку в начале и в конце. Точно так же соединяем другой край. Чтобы делать сборки на фатине или на любой другой ткани, нужно ставить широкую строчку, чтобы стежок был широкий. И тогда очень легко делать складки. Закрепку. Так, и точно так же по этому шаблону мы делаем юбочку, но уже из фатина. И будем накладывать их одну на другую. Потом соединим с резиночкой. И получится у нас вот примерно вот такой вариант юбочки. Ну вот здесь так же есть подклад, несколько слоев фатина и резинка. Фатин возьмем белого цвета. Попробуем сложить сразу несколько слоев, чтобы вырезать быстрее. Для этого ткань, сетку складываем несколько раз. Прикладываем шаблон. Так как по фатину очень сложно нарисовать линию мела, можно просто приколоть шаблон и вырезать без обрисовки. Соединяем с нескольких сторон, чтобы он не сместился. Сместился. И теперь. И по линии талии точно так же. Вот получаются наши слои. Их уже два. Сразу. Фатин можно не соединять по боковым швам, а просто пристрочить к основе, но сместить швы, и их будет практически не видно. Один слой. Попробуем соединить булавочками, чтобы ушло поменьше времени на соединение. Вот эти склады, они могут делаться без защипов. То есть просто накладываются на основу, и так как у нас выкроена юбка солнца, либо юбка полусолнца, оно уже красиво ложится волнами. С одной стороны, с другой. И второй слой мы точно так же сразу же присоединяем и одной строчкой захватим сразу. У нас получается три слоя ткани. Количество слоев фатина, и еще раз повторюсь, можно делать неограниченное. От этого будет зависеть пышность юбочки. Так, и сразу же закрепляем еще одну часть. И по линии талии мы пристрачиваем сразу все необходимые слои. Делаем закрепку. Прокладываем строчку по всей линии талии. Аккуратненько совмещаем все края наших слоев. Итак, наша воздушная юбочка получится всего из двух слоев фатина. Примерно так же шьются юбки-пачки для балерин. Итак, к нашей воздушной юбочке нам остается только пристрочить резиночку, чтобы она держалась на талии. Убираем лишние нитки. Отмеряем резиночку. Ну, возьмем примерно, так как это юбочка для девочки, я думаю, что 23-24 см будет достаточно. Небольшой запас для шва. Соединяем сразу резинку между собой. Прокладываем строчку и нам остается только распределить равномерно по резинке линию талии. Можем прямо надеть резинку в юбочку. Заколоть в четырех местах лучше булавочками, чтобы складочки, если они будут, распределились равномерно. С одной стороны натягиваем резиночку, распределяем складки. С другой стороны. И еще с двух противоположных сторон. Потому что, когда мы пристрачиваем резинку сразу к готовой юбке, нужно резиночку немножечко растягивать. Когда складки лягут равномерно. И соединяем. При этом натягивая резинку. И заканчиваем закрепкой. Отрезаем ненужные ниточки. Вот наша юбочка для маленькой балеринки. Всего лишь из двух слоев, но она уже воздушная и нежная. В принципе, готова. Можно надеть ее на любой праздник. Я хотела бы показать еще два способа, которыми можно сделать фатиновую юбочку. Например, вот такую. Она состоит из нескольких валанов. Они могут быть одинаковой ширины, могут быть узкие, могут быть широкие. Вот здесь такие же валаны пошире. Для этого просто нарезаются полосочки из фатина. Прокладывается строчка и делается сборка. И на основу нашу просто притачивается различными видами складочек вот эта полосочка. А вот такую юбочку лепестками можно делать с помощью квадратиков. Для этого опять же из фатина нарезаются квадратики двух цветов, трех цветов. Складываются в четыре раза. И пристрачиваются к основе, которую мы делаем изначально, за уголочек. Вот, например, желтый квадратик. Закрепляется уголок. Делается закрепка. И точно так же чередуется, например, с белым цветом. Квадратики могут быть опять же любого размера. Если они побольше, то лепестки будут большие. Располагать их нужно либо часто, тогда она будет очень пышная, либо пореже. Желтый квадратик закрепляем за уголочек. И, например, снова белый. И таким образом, если делать много слоев таких лепестков, то юбка получится пышная, красивая и тоже с очень необычной сборкой. Здесь, где белый, можно сделать в шахматном порядке желтый. И делать несколько-несколько слоев по всей юбке. И тогда наши юбочки будут красивыми, разноцветными. Можно фантазировать и готовиться к лету. И смело наряжаться, менять их хоть каждый день. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в новых передачах на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok